три краюхи хлеба в общем дошла я дошнит супа это из батона я вот так выковыриваю мякиш обязательно хлеб нужен уже полежавший до чувства вот у меня лежал в холодильнике вы видели знали давно я вытащила он чуть-чуть отошел вот так я выковыриваю это все но это не выкидываем это засушить и сухарики вкусные вот сейчас буду это все теребить вот тут у меня лежит это было черствование остатки его растеребила вы практически в мешочке холодильники но можно хранить вот так вот но недолго если на долгое время планируете по чуть-чуть собирать до для этого супа тогда в морозильную камеру сейчас еще добавлю сюда у меня есть черствый хлеб в общем крошим и продолжаем еще лайфхак может быть кто-то знал если хлебные крошки да вот так мелко бы желательно сделать если есть как сказать камни преткновения ну вот у меня например вот это растрепываться не хочет я думаю что я буду с тобой муздыкаться вот я на вот этом делаю у нас называется цирклянер как измельчитель или как сказать да вот на нем сейчас буду делать доброго времени суток дорогие мои друзья всем здравствуйте мои прекрасные мои дорогие мои ценные люди все люди всех кто подписан на меня все кто просто заглянул все вы прекрасные дороги тут у меня шум и я живу не одна каждый занимается своими делами в общем сегодняшний суп и да и мы немножко поболтаем есть о чем есть темы болтаем а болтун я еще тот кто подписан тот знает что забыла хотела сказать и прям лицом да скажу что в казахстане там творится да то все знают кто на меня подписан что я из казахстана да из северного казахстана вообще если по еще раньше ним раньше не меркам я получается у нас как мы все равно бы относились тоже к россии кустанай как читав да а я между ними село рузаевка вот и вкусы в казахстане в самом но больше в южной части да что то там немножко нашей области тоже затронула но эти новости у меня только двухдневные вот но именно в нашем селе не было пока ничего сейчас у них интернета нету да время от времени я смотрю что мои сообщения доходят но потом видимо так коротенечко включают даем интернет что они не могут отвечать у них не хватает на это времени да вот и все наверно слышат и новости смотрят я если честно мои хорошие мои прекрасные нехорошие мои прекрасные я не смотрю новости я пару новостей посмотрела сразу когда первую новость услышала одну я услышал от своего сына да что там что-то начало творится ну во первых что искру соболезную сочувствую всему казахстану да это очень страшно поэтому всегда пишу говорю да мирного неба нам 7 над головой приходится отключаться мы просто дочь и там себя полку командует присверливать опять потом все покажу в общем я соболезную сочувствую да и душой и сердцем вот мы народ все кто с казахстана я с россией не могу сказать да потому что я в россии не жила в гостях было вот мы народ долготерпимый вообще наверно все советского все вышедшие из советского союза мы долго терпимый на народ и это не сказать что это плохое качество это хорошее качество это даже прекрасное качество но смотря что терпеть да и как терпеть ну народ казахстана потерпел очень много и сильно особенно вот наше да наше село я скажу вот за свое село когда в 90-х мы пять лет без света сидели можно сказать вообще что там включали какой-то часок или у кого-то похороны случались и если на нашей улице да и давали этим людям какой-то час там или три часа до что творилось а вы все не представляете все равно было во сколько времени это делалось ночью днем когда угодно все соскакивали все у всех сразу в окнах свет горел все начинали стирать на машинка потому что мы стирали пять лет руками и все вот она была дробить бежать мужики дробили дробленку дают дробленка это молотая зерно надо побежать я рассказываю то что у меня в себе было это что я знала что рядом до происходило а вот я например бегом машинку стиральную сразу какое успею первое белье перестирать даже то что у меня есть на данный момент это что еще бы захватить успеть успеешь не успеешь ты даже не знаешь ты даже не знаешь тебе никто не скажет сколько времени будет свет и в какое время он будет никто ничего не знал во первых во вторых зима воды не было до воду надо было бежать на колонку но наш первый дом когда мы жили у нас на скалистой на скалистой местности у нас там нельзя было пробурить колонку да и мы бежали на общую колонку где народ собирался с флягами санками да и вот это бегом бегом успеть весь в мыли натаскать воды на все случаи жизни потому что это и хозяйство до коровы стоят свиньи бочки у нас стояли прям с рая чтобы эта вода теплая было да не замерзала и в дом и в баню и это был просто ужас и кошмар какой-то вот честное слово а воды не было иначе колодцев у нас не было у нас были колонки до колодец я не знаю даже где был и в крайнем случае уже шли туда а если вот цвета не было долго дату для стирки и для хозяйства мы топили снег благо зимой в казахстане в нашем северном северном снега было три метра высоты это еще я так минимум скажу вот не минимум а средняя да то что в самом селе и когда маза сдувает там сейчас у них уже что творится поэтому я всегда и говорю у нас всегда было что делать даже здесь у меня есть что сделать мне никогда нету такой минуты чтобы я вот даже минуты нету чтобы я сидела просто мы привыкшие к этому да все время что-то делать что-то время вроде есть это сделано это сделано найду что сделать всегда в хате найдется что сделать но это меня понесло да в общем я соболезнуюсь и чувствую новости я больше не смотрю за казахстан да потому что ну я себя знаю я буду нервничать да из-за своих болезней я потом просто свалюсь я свалюсь и буду лежать а тем что я свалюсь и буду лежать я казахстану не помогу да поэтому я не смотрю но спрашиваю отправляю сообщение и спрашиваю пока еще последний раз я два дня получала новости два дня назад поэтому я с ними это очень страшно поэтому всегда говорю мирное небо над головой то это самое первое это самое первое а потом здоровье счастье любовь и все остальное прочее на это все если ты будешь здоровый а у тебя будут летать пули над головой да то здоровье тут не спасет тут уже бог наверно только обережет и бога нам всем помощи разума разума самое главное чтобы разум у нас был меня все время прерывает в общем разум разум чтобы возобладал нами всеми людьми до чтобы всегда разум включался что мы делаем своим детям своим близким это всегда надо думать а вот если бы еще разум включался у системы то и этого бы не было у меня есть мнение по этому поводу что происходит в казахстане там все что новости в новостях это говорят это что мне прилетает да это все не то то все не то это замысленно системой системой самой это замысленно это мое мнение все все об этом больше ни слова возвращаемся к нашему шнит-супу начинаем делать галушки сперва еще что одно хочу сказать вот посмотрим дайте мы выведет но дай бог чтобы это быстрее закончилось и для народа вышло как как можно лучше да чтоб не зря это все делалось и умирали люди но я вам скажу это деление власти вот больше ничего не буду говорить в общем вот в эту массу да здесь у меня батон белый мякиш я вам показывала да покрошила не показывала или покажу вперед в общем вы увидите как все будет течь до видео я его сделала на цирклянере чтоб не мудыхаться и вам это советую на измельчители да или как он там называется я вбиваю сразу на эту массу да вот у меня под нос вот моих руках да здесь у меня пол булки хлеба здесь кусочек я там в мешочке показываю что остатки от старого хлеба мне еще и пол батона я еще вот так вот порезала мякиш выгребу вот серого и вот такой у меня пёстреньки получился да два яйца я пока вбиваю здесь 100 где-то грамм у меня масло сливочного да и сперва я вот из этого количества замешиваю и смотрю если вы поменьше будете брать хлеба я просто люблю хлебные эти гаушки в нем в этом компоте все люблю и гаушки очень поэтому я делаю всегда побольше это как я ем одна я делаю все только для себя любимый это мое детство это моя снятина из детства хотела у вас спросить девчули которые у меня смотрите вот для вас как жизни тоже всегда у меня был спор ну например с отом моих детей что он всегда говорил так мало и он всегда говорил что главное чтобы было было на столе до было что сварено чтобы было что покушать смысле приготовлено в холодильнике то у меня всегда и там и тут у меня всегда все было и по баку везде а я всегда и говорила а для меня главное для него было чтоб вовремя понимаете вот это меня всю жизнь раздражало и до сих пор раздражает что человек сам себе ничего не хочет сделать будет лежать только ждать когда и указывать что надо вовремя надо чтобы было приготовлено да вот если мужчины кто не смотрите вы это чуть-чуть на землю опуститесь и вам никто не обязан и не должен в этой жизни ваша женщина уж точно а если вы считаете что она вам обязана и должна то знаете что вы тоже самое должны и обязаны и даже больше женщина рожает детей ломает свой организм а потом всю жизнь отдает но не все матери не все я вижу в интернете так примеры есть по жизни какие матери бывают да но я сейчас о хороших матерях вот и для меня например вот главное чтобы было чистота в доме я буду голодных я буду на воде сидеть я буду выгребать все углы и самое первое что я буду делать это уборка стирка а еда я всегда говорила это это вы видите я всегда много готовлю и пеку да когда я не занята уборкой и другими делами и я вкусно готовлю я я себе не хвалю я констатирую факту я считаю что вот смотрим да вроде бы сейчас начнем тогда катать и будем смотреть вот чтобы вот так в комок до собиралась но не сразу мешать по ощущениям мне еще кажется маловато сейчас будем катать шарики или посмотреть вот я всегда говорила яички пожарить я человек неприучный по жизни к тому чтобы к выбору едино я делаю выбор много в своей жизни но в смысле для всех и не только для себя до виде но когда дело встает об уборке для меня чистота это выше еды выше я могу на воде просидеть дня два я вообще-то куча кому-то кажется да я полная да у меня живот сильно большой но для меня еда никогда важная составляющая в жизни не было я могу два дня смело на воде сидеть и даже ни разу не квакну запросто мне самое главное чтобы дети поели а когда мы убираемся с детьми генерал или там например вот и еда я яички могу поджарить и дети у меня тоже сильно не перебрали сыновья дочь это уже да так начинаю попробую сделать до чтобы знать надо еще добавлять или нет начинаем катать не видите рассыпается не хочется сматываться сейчас еще чуть-чуть растоплю масло и одно яичко еще так чуть-чуть масло не до конца растопила но она и так пойдет у нас мягенько да яйцо замешаю и сейчас все масло не буду здесь у меня еще грамм 50 может 70 все не буду и вот я в готовке да если замечаете я люблю старые рецепты я смотрю вот сегодня с гагаузов смотрела да плаценты как они делают и вот наблюдаю да у меня есть на канале там снизу где-то плаценты молдавские это у меня стучат вот и смотрю гагаузы совсем по-другому делают тоже надо попробовать вот все теперь я понимаю что все вот теперь они склеятся больше ничего не надо мне только хорошо замешать надо будет на моем канале еще это гагаузские плаценты старые рецепты обожаю старых людей люблю смотреть которые вот рецепты свои до послевоенные они ведь эти рецепты не откуда брали они их сами делали ну если как сказать сочиняли воспроизводили да вот как наши шмидтсупы все где-то написано это было нет они сами и у нас много всякого да вот галушки например тут один из капусты с мясом кто-то мы любим с картошкой у нас галушки не делали с капусты с мясом или просто с капустой у нас делали ну вот и как я делаю у меня есть на канале эти что галушки с картошкой у меня тоже есть на канале я их обожаю все но теперь пробуем катать шарики советую небольшие катать смотрим ну другое дело гляньте видите не разваливается поэтому тут масло я еще давай там где-то грамм 100 было и я добавила еще грамм 20-25 но максимум 30 по чуть-чуть добавляйте да я еще хотела хлебные крошки здесь но потом уже поздно вот в общем такие шари шарешечки будем катать до накатываем их и подключить потом еще хотела сказать когда шарики катайте до силу не придавать вот так слегонца легонечко потому что если силу придавить они естественно расшмякнуться все поставила он сам живет своей жизнью как хочет поставила сухофрукты свои да там и изюм там и чернослив и все тише большие куски я режу и варю без сахара прям хорошо варю чтоб аж разварились а потом будем добавлять сахар а пока займусь вареньки буду лепить какашулечки вот или колобочки как их назвать видите сколько штолина и это еще не все еще есть два маленьких я просто которые делала на подарок у меня потом девчули уехали которым я делала на подарок уехали в теплые края отдыхать и они остались а я не понесла потихонечку съедим нищие надо домыть фруктов положить свежих сахар я уже насыпала она у меня долго томилась этот компота сухофрукты сахар насыпала попробовала по вкусу добавляйте но учитывайте то что кисленькое будем добавлять сметану до кисло-сладкий что получился сахара переборщите поэтому не наливайте полную кастрюлю всегда до воды сразу оставляйте потом с чайника до развести можно будет потому что мы колобочки будем пускать масса приподнимется если место остается если чуть сладковатый добавить воды место останется сейчас я беру вообще можно этот видите так вообще можно этот йогурт я всегда делала йогурт до три с половины процента пожирнее сейчас нету я лати пекла кстати у меня рецепт оладьи вкусных секрет ингредиентом там сам внизу есть я делала видео но получать его удалила вот беру кислую сметану за у самую нас называется 10 процентов жирности до всю баночку здесь 200 грамм до 200 грамм я и все укладываю в тарелочку у меня уже приготовлено столовая ложка муки это очень вкусно многие делают я только здесь германии узнала что делают галушки естественно у нас никогда не делаю я себе тут тут же представила это и не для меня это не так вот столовая ложка с бугорцом высыпаю и буду вот этим венчиком до взбивать чтобы комочков практически не было то малюсенький малюсенький останутся и беда я вам даже вот я ложка с бугром надеюсь было видно сейчас взбиваю и потом будем выливать так все чайник я закипятила тут взбила блин а тут что-то я последнее время совсем плохая так все комочков постаралась чтобы не было но они все равно сейчас будем закидывать так компот ну будет видеть и ложечкой вот так при постоянном помешивании да потихонечку кефир конечно быстрее бы по чуть-чуть да вот так и сразу резко перемешиваем у вас галушки не получились большими кусочки то все равно будут мука же в этом и няняка в этом-то и вкуснятина вся понимаете с кефиром было бы лучше с кисляком вот кто дома свой кисляк да или как говорят еще это у меня пятилитовая кастрюля сейчас не полно но я долью я опущу колобочки потом посмотрю долью старый старый про бабушка мы не говорили например если поход дочери вообще сказать у нас было модуль у каждого своя все теперь я сейчас включаю сейчас вам покажу что тут происходит вот такие мелкие как типа галушечки видите получается сухофруктов у меня достаточно вот он густенький добавлю водички да чтоб не сильно густой был потому что когда колобочки опустятся будет вообще густой ну смотря сколько вы будете да я еще буду сливки вливать но вообще надо две-три ложки сметаны жирный да я сливки сливки у меня 30 процентные я все 200 грамм волью я все время так дело не сметану сливки если бы кефир делала дату я бы сливки вместе со сметаной бы перемешал с кислой вот это виноватом все закипает закипает теперь я опускаю туда постепенно колобки это все сейчас моментально доделывается снизу там не пригорало да потому что густой сухофрукты на дно ложатся пути уже разваленным аккуратно помешиваем все до конца закидываем все еще раз хорошо помешали и опять посильнее поставлю потому что пыхтеть перестал лить и полная кастрюля практически полная сейчас еще 200 грамм сливок и мне даже воды добавлять не надо а сахар делайте чуть-чуть послаще потому что мы сметану кислоту добавляем до плюс вот сливки или вы еще тоже сметаны добавить в конце сейчас мы ждем чтобы колобки начали всплывать как только начали всплывать сливки потому что они уже вон видите частично всплывают я выливаю сливки то что только они сейчас все начнут подниматься я выключаю на плите на горячей они чуть-чуть будет пыхтеть все вот такой он должен получиться у вас может немножко побелее у меня потемнее потому что я чернослив да у меня который был остатки ему прям весь сюда зашуровал я люблю кисленький чернослив тоже кисленьку прибавляет вот поэтому он у меня темновастенький у вас может быть сухофрукты только светлые да там груша абрикос кирсик яблоки посветлее темнее становится только булькать на счету я подключусь и покажу хотела еще сказать пока он закипает до продержите на изготове сахар когда вы все уже добавить если сливки как я сметану в конце да и вот пока закипает колодки уже практически все вот они все готовы у вас есть возможность засыпать сахара попробовать да я сейчас немножко досыпала чуть-чуть кислинка теперь и перебарщивает солодинку вот все я его выключаю готов вкуснятина невероятно готова укусненький светлее получать смотря какие сухофрукты я еще добавляла вот у меня плавает этот изюм все что угодно были бы у меня еще клюква сухари я бы тоже еще закинула нету хотя он не едет заморозена ну да ладно все уже готово все накрываем крышечкой можете прям набирать кушать я пока сразу не буду морда красная иду никого не трогаю у меня после бани всегда морда красная помните числа как же его михаил 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 и около манейка вылетела прям его фамилия который умер погиб юморист матрешка прям дошла зле плиты долго стою жар прям жарит и еще сегодня давление блин тоже таблетки со вчерашнего дня погода это все погода вот делает давлением и вареники варила стояла партиями а потом уже приступила к довариванию шниц супа ну все готов вкуснятина невероятно кто не пробовал вот советую попробуйте если хотите заморочки тут сильно большой нету кроме как колотки с чертового хлеба сделать вот ну очень вкусно да но на любителя на любителя я говорю у меня я ем одна но вот мой отчим я говорила уже где-то по-моему видео он его тоже очень сильно обожает он русский по национальности да и когда он у бабули попробовал он всегда его просил и просит и когда он приезжал к не она знала если что он едет она обязательно варила этот суп него он от нее а если приезжал и сразу потом уезжал дать через какое-то время он от нее увозил в банках это все готовьте с удовольствием мои хорошие мои дорогие это мои видео все я даже не знаю сколько она продлилась в общем казахстан знаете мы с вами я молюсь чтобы все было хорошо и кто кому никто не равнодушен то тоже замолвите доброе словечко перед богом чтобы все разрешилось как можно быстрее и как можно как сказать без разрушения без смертей как можно чтобы лучше для простого народа было тогда закончим потому что сейчас не хотя пока вареники лепили я услышала слушаю да хочешь не хочешь я вообще новости не смотрю и не слушаю потому что никогда не меня не заботили как и президенты и все вот это вот это это там пусть они там живут или вот лучше показать вот там вот но здесь приходится из-за короны вот стала новости слушать и слушала новости ост-вест наши берлинским ну потому что чтобы знать да что одевать маску сюда сюда может как пилотку на ушки может скажут еще памперс натянуть уже не значит ждать система значит будем полагать будем на них полагаться и надеяться вот и услышала прям вставили слова такая произносим что будет отдал приказ на расстрел людей без предупреждения вы можете себе это представить это о чем говорит о полном отсутствии разума то есть души в человеке все это это мертвая капсула такой разумный человек не мог сказать душа не могла дать сказать такие слова убивать на поражение в общем расстреливать на поражение как но правильно на этом говорю да стрелять на поражение вот всех кто предоставляет представляет угрозу то есть он дал волю даже тем людям таким же капсулам но в простом народе до которые могут просто пойти и выстрелить у кого ружья охотники да много там у кого оружие и просто убивать безнаказанно если ты считаешь что он тебе при но сейчас сделал угрозу и под эту марку но капсулы они уже без разума и без души да все им все равно они живут инстинктами люди простые берегите себя не выходите никуда из своих домов из своих дворов если вы в частном секторе да в квартирах своих домах просто сидите им за это вот лишнее подтверждение что люди то есть без денег банкоматы были разграблены до другими людьми но как там пошло до всегда найдутся вот такие вот люди капсулы которые начинают разгром магазины до частные магазины и разгром банкоматов банкоматы стоят пустые сейчас я услышала новости но еще от одного человека и у людей нету денег нету средств даже пойти себе хлеб купить да вот почему я всегда жила запасами и до сих пор живу потому что мы так приучены мы так приучены я до сих пор себя это выковырять не могу и уже дети говорили много раз ну зачем тебе здесь вот эти вот запасы теперь уже даже корона доказала зачем я раньше туалетную бумагу сильно большими запасами не делал а сейчас я вам скажу делаю у меня по две упаковки всегда стоит запасе сейчас одна одно выставила и одно в запасе по 2 куплю в понедельник вот так то поэтому для этого и запасы нужны продуктов самых хотя бы первых необходимости до мука сахар соль крупные какие-то всегда держите подходит к концу бегите еще купите чтобы всегда вот на такие случаи чтобы людям не выходить лишний раз не быть целью до плохой целью у каких-нибудь капсул держитесь мы с вами все время надо прерываться то дух перевести только они провести да но все мы надеемся на лучшее всегда надо вот и всем вам желаю все мои хорошие прекрасные люди желаю чтобы надежда никогда не умирала чтобы вера в вас жила и верой надежда и любовь чтобы были здоровы и счастливы чтобы мирное небо над головой было всегда говорю об этом но не всегда говорю то она всегда об этом думаю стараюсь говорить об этом мирного неба над головой чтобы никто не пострадал из ваших родных близких друзей знакомых всем кто вас дорог всем всех кто вам дорог всех кого вы любите божьих благословений и бога нам всем помощь люблю ценю и уважаю ну и как всегда еще добавлю не забывайте лайк если понравилось видео дизлайк если не понравилось подписывайтесь на мой канал много интересного еще будет уже было будет видео видео у меня много всяких на любой цвет и вкус смотрите проходите много рецептов много еще будет рецепта да какие-то еще буду повторять какие-то будут новые которые неизведаны еще и которые уже изведаны на мной немножко подзабытые все верну да я сам сей сейчас думаю самсу нашу казахскую хотя это и узбекская в общем нашу казахскую самсу да которую мы всегда любили вот я ее тоже делаю здесь иногда но на канал еще не делала вот вспомнила не сделаю в общем подписывайтесь приглашайте своих родных друзей близких знакомых соседей и даже врагов если они есть они иногда выясняется что есть хотя я никто же не знала но не концы у меня есть к сожалению большому все люблю ценю и уважаю ну и пишите же комментарии думаю что-то я забыла самое важное самое главное пишите комментарии я с удовольствием буду отвечать любое свое мнение которое вы хотите мне сказать да скажите я всегда говорю не таитесь не надо не не таите в себе там что-то вот такое выплескивать а мы подискутируем да если я убежу вас правильно что вы подумали бывает да скажешь что-то что-то а человек воспри воспринимает это по-своему да с первого раза я сама бывает приходит мне сообщение читаю да и бывает не дочитываю глазами а уже додумал башкинцы и под настроение под настроение всегда дочитаю своей головой потом что-то не то хожу уже сама себя накручиваю потом чуть не то и дух еще раз пишет тьфу ты господи тут вообще не об этом а я уже завелась а поэтому я говорю он самое главное общение надо общаться да надо разговаривать если у вас что-то есть и я еще раз прошу прощения если кого не ненароком да не не хотя обидела вы мне пишите а я еще раз у вас попрошу прощения и раскрою потому что я никогда никого не хочу обидеть даже словом задеть обидным до кому-то навредить даже словом мнение я не из того ряда людей поэтому пишите все люблю ценил уважаем тела еще показать вот в конце уже вот то что доктор диетолог прописал вареники вы тоже когда вареники делаете вот так вот заворачивайте уголки я не знаю еще с казахстана как привыкла так до сих пор так и делаю с молодости можно сказать